Телемод Главную женскую роль сыграет Людвига Палета. Умберто Суритто также играет в этом сериале. Бахо Эльмис Массиелла называется новелла, где сыграют Мария Луиса Камарго и вездесущий Габриэль Парас. Не дал зрителю отдохнуть как следует от своего искрометного таланта. Будете смотреть, я сказала. Как-то так. Возвращается на теле Мунда Анна Луисия Домингес. Она будет сниматься во втором сезоне «Сеньоры Асера». Съемки уже начались. В главной роли Бланка Сота, про которую ходят интересные слухи. Говорят, что она стала трудна в общении. В частности, она конфликтует с Литси. И хотя Литси говорит, что они замечательно ладят, утечки съемочной группы говорят об обрам. В «Сеньоре Небес» назревают важные события. Уходит из сериала «Кармен Виллиалобос», которую он, скорее всего, заменит на Габи и Спина. Причин здесь несколько. Первая причина – это приход в сериал «Морица Родриц». Она – жена одного из главных телемундовских менеджеров и ведет себя соответствующе. «Хочу», говорит, «быть владычицей морской». И имя в первых строчках с самыми крупными буквами. А что тут поделаешь? Хорошо, хоть не захотела заменить Рафаэля Амайи. А ведь могла бы. А что такое? Кому не хочется применить к самым высоким рейтингам в истории телемонда? А последнюю работу «Морицы» успехом не назовешь. Обидно, понимаешь? Вторая причина – Та, что у Кармен образовалось несколько конфликтов на площадке. И это делает атмосферу время съемок не самой приятной. А третья причина такая, что и сказать смешно. Хотя, кому как. Кармен не смешно совсем. Фанаты пары Рафаэль Амайи и Фернандо Кастильо хамят ей в Твиттере. И даже угрожают заставить телемудовское начальство убить ее героиню нафиг. Ну, что тут скажешь, в дурдоме провели интернет. Грядут два ремейка. Хорошо сидите? Ну, если нет, то предлагаем присесть. А мало того, что телемонда своими руками угробили себе рейтинги, пересняв суперуспешный «Эль Куэрпо Дель Дейсейл» и «Пасюн де Гавиланес». И никто так и не объяснил, зачем, собственно говоря. Кстати сказать, рейтингов высоких не было, как в США, так и за границей. А теперь они хотят завершить начатое и сгваздать Донью Барбару и прессионеру. На главную роль в Доне Барбаре планируется Араселе Арамбола. Эдкая гламурная кисо при полном макияже на лошадке. Хочется заметить, что Араселе уже пробовала переиграть роль Эдит Гонсалес в «Диком сердце». Тот, кто видел, смеется до сих пор. А на роль дочери, по слухам, хотят пригласить жертву пластических хирургий Эйсу Гонсалес. Неудивительно, что Хинесис Родригес возмутилась таким планом и сказала, что охота была очень популярна на велопортить. А вот охота. Хозяин-барин. Хотим изглаздать – изглаздаем. И Хинесис очень вежливая девочка. Габи с паник не стеснялась и выдала всем по первое число. По поводу Лусера, которая должна сыграть главную роль, Габи с присущей прямотой сказала, что у Лусера актриса невыразительная и у нее есть свойство оставаться незаметной. К тому же возраст у нее не девичий. Так зачем ботинки зря топтать и делать заведомо провальный ремень? Разве Габи-то не права? Опять же, не совсем понятно, подписала ли она сама контракт с Телемондо. Ее видели в офисе. Она давала интервью, что практически уже все подписано. Но ходят слухи, что телевизор предлагает ей негодяйскую роль в одной из новых новеллений. Так что посмотрим. Адамари Лопес возвращается к работе после рождения дочери. И скоро мы узнаем, в какой новелле она будет сниматься. Ну и напоследок мы огласим весь списочек недавних приобретений Телемондо. Ангелика Валли сыграет главную роль в новелле «Ла Фан». Данна Паула подписала очень дорогой контракт и сыграет главную роль в одной из будущих новелл под названием «Кто есть кто». О чем? Собственно, о Близнецах. Ведут переговоры с Телемондо Ивон Мантера и Нюрка Маркос. Удачи им всем! А вам мы скажем до свидания. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.